В субботу утром жительница многоэтажки по проспекту строителей проснулась от сильного запаха гари. Вышла на балкон и ужаснулась. С соседней квартиры валили клубы дыма. Галина Денисеевич вызвала МЧС и побежала к погорельцам. Зрелище, говорит, не для слабонервных. Вы представляете, в каком я была шоке. Я выскакиваю, еще тут ни запаха, ни дыма, ничего не было. Все это было внутри. И я открыла эту дверь, она была открыта. И там такое было, слава богу, что не было огня. Дальше все как в тумане. Бдительную соседку огнеборцы вывели на свежий воздух. В самой квартире спасатели обнаружили тела трех человек. 59-летнего хозяина и женщин 45 и 66 лет. Известно, что накануне компания выпивала. Предварительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета в ходе проверки. В этот же день трагедия случилась в Кличевском районе. Загорелся дом, который семья из Бобруйска использовала как дачу. На момент пожара внутри находились хозяин и его 9-летний сын. Как позже рассказал ребенок, отец эвакуировал его через окно на улицу, сам пошел через веранду. Однако сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. Мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. МЧС напоминает, берегите детей от травматизма и пожаров. Создайте все условия безопасного времяпрепровождения, когда ваш ребенок один дома. Оградите от открытого огня, спичек, зажигалок. И напоминайте своему ребенку о правильных действиях в случае пожара. С начала года в Бобруйске и районе произошло 94 пожара. Погибли 11 человек. В масштабах страны зафиксировано свыше 3000 ЧП и более 280 смертей. Статистика пугает, ведь это не просто цифры о жизни людей.